Лазерные бои за чемпионство. В четвертый раз в Иванове прошло первенство города по лазертагу. Участвуют школьники восьмых классов из 35 учебных учреждений областного центра. Примерно 300 ребят. Отборочные туры по районам завершились на прошлой неделе. В пятницу лучшие среди равных поролись за первое место в финале. Большинство этих ребят в лазертаг прежде не играли. На школьной физре такой дисциплины нет. Клубов в городе не так много. Поэтому начинающие спортсмены схватывают правила на лету и, живо ориентируясь, стараются победить. Времени на то, чтобы понять, в чем соль поединка, мало. Гейм длится пять минут. За это время нужно лазерными выстрелами ликвидировать соперников. Мы стараемся на каждый турнир, каждый этап отборочный приглашать наставников. Это игроков профессиональных команд, наших Ивановских, представителей команд, женской команды «Город невест» и мужской команды «Русский Манчестер», которые подсказывают в ходе игры, ставят какие-то установки, может быть, где-то корректируют саму игру. И в итоге, по результату каждого гейма, команда уже начинает самостоятельно ощущать, что нужно делать и делать свои выводы. Организаторы – Федерация пейнтбола региона. Среди игроков присматривают себе смену. Кому хорошо дается лазертаг, в будущем покорится и пейнтбол. В команде шесть игроков. Участвовать на равных могут и мальчики, и девочки. Никаких ограничений. Как правило, выигрывают те, кто умеет быстро соображать и работать в команде. Есть команды, которые слажены. То есть на городе все постараются придумать тактику, все разговаривают на площадке. Лично, когда мы играли на районе, у нас были все победы, то есть каждые два раунда брали, потому что никто не разговаривал, все бегали хаотично, а мы двигались с тактикой. И за счет этого взяли район. Правила для аренного лазертага разрабатывали организаторы. Таких нет в других субъектах страны. В ближайшее время к этой игре пейнтболисты и наставники хотят привлечь и ребят из других муниципалитетов. Несмотря на то, что технический вид спорта при использовании определенного оборудования, все равно командный вид спорта – это командный вид спорта. Здесь нужно думать головой и не только за себя. То есть полагаться на своих сокомандников и принимать самостоятельно в то же время решения. Планы на спортивный сезон огромные. Аналогичные первенства пройдут в летние месяцы. Увы, пока в лазертаг на уровне чемпионата сражаются только восьмиклассники. Возраст у них оптимальный, уже достаточно взрослые, но еще не обременены экзаменационными заботами.